Да, здравствуйте, это программа «Точка зрения» в студии Анастасия Лайдер. Творческий сезон театральный и музыкальный в Мурманске близится к завершению. Одним из последних в областной филармонии можно посетить концерты в предстоящие выходные в субботу, 27 мая. Органный концерт «Путешествие во времени» в воскресенье, 28 мая, «Мелодии весны». Слушайте наши фирмы, будем разыгрывать билеты. Представлю наших гостей, наших замечательных сегодня гостей. Гарри Еприкян, московский органист, дипломант 1-го и 2-го московских международных органных фестивалей, дипломант фестиваля органной импровизации в городе Ингальштадт, Германия, лауреат международных фортепианных конкурсов «Гаргана» в Италии, классическое наследие в Москве, Лондон, специальный приз за лучшее исполнение соната «Скарлати». И мурманский артист и пианистка Мария Макарова, преподаватель Мурманского колледжа искусств, сотрудничает с филармонией с 2009 года, как концертный исполнитель, солист, концертмейстер. Постоянно выступает, очень много концертов. В общем, слушайте, очень интересно будет. И певица Юлия Китова, также коренная мурманчанка, певица с редким тембром, колоратурная сопрано, актриса, музыкант, член регионального отделения Союза театральных деятелей. Если я каких-то не назвала еще достижений, которые вы считаете важными, прошу потом меня поправить. Или этого достаточно? Более чем. Я даже половину того, что вы перечислили, уже забыл. Это было так давно. Представляете? Сначала представим слово нашему столичному гостю, Гарри Епрекиану. У вас очень насыщенный график. Вот вчера вы в Москве давали... Вчера я устраивал приемку нового инструмента. Я подарил новый орган детской школе в Ереване. Мы его монтировали, целый год оформляли его приезд с правительством, благодаря инициативе правительства. Это был мой инструмент, который подарили мне во время гастрольного тура. Немецкая органстроительная фирма. И вот, чтобы его демонтировать, привезти в Армению, вначале в Россию, потом в Армению, ему потребовалось очень-очень много времени, нервов и сил. И вот вчера, в последний день моего пребывания в Ереване, была процедура приемки с присутствием всех, скажем так, инициаторов и всех покровителей, патронов этого события. Давайте расскажем нашим слушателям, как можно получить билеты на ваш концерт. Потом чуть позже расскажем о концерте. Ну, конечно, есть стандартные способы пойти в кассу, как в советские времена, и как в нынешние времена, и купить билет. Но есть очень интересный способ. Нужно просто ответить на очень хороший вопрос. У меня в концерте прозвучит хоральная прелюдия Баха и Хруф Цудир Хирьезу Христ. И мы все знаем фильм, в котором она звучала. Фильм, снятый в советский период, подсказка уже. Очень интересным, одним из самых интересных и знаменитых кинорежиссеров советского периода. Могу лишь подсказать, что он звучал во время полета в космосе. Вот, если вы ответите на этот вопрос, я думаю, как минимум у вас будет два чудесных билетика на концерт. Для этого звоните 450945, это телефон прямого эфира. Пишите свои ответы, либо пишите в вайбер ватсап 921 045 1045. Если оценивать стереотипно, то кажется, что музыканты, исполнители, они вот витают где-то в высоких сферах, думают о музыке, у них музыка в голове играет. А получается, если посмотреть на ваш график, график ваших выступлений, то это постоянное перемещение, ну такая проза жизни на самом деле. Вот как вы, как отойти от дороги и настроиться на вот эту вот высокую творческую волну? Ну, высокая творческая волна, это, безусловно, состояние и состояние азарта, которое ты ловишь и на сцене, и это состояние фокусировки и внимания. Именно эти условия необходимы для того, чтобы хотя бы сделать маленький шажок вот наверх, ну хотя бы на табуреточный уровень, в сторону вот этих высоких сфер, о которых вы говорите. Но на самом деле играть концерт — это просто общение и удовольствие, прежде всего. И очень много музыкантов, у которых большие какие-то, ну, коммуникационные проблемы с другими людьми в смысле вербальным, и они общаются с помощью как раз музыки и выражают себя. Ну, мне повезло в жизни, у меня семья не музыкантов, не творческих, у меня математики, поэтому у меня такого восприятия музыки и концерта никогда не было. Для меня концерт — это просто удовольствие, которое я испытываю на сцене и в процессе просто игры. Поэтому, ну, желательно, конечно, хорошо выспаться, чтобы были какие-то силы и внимание. И вот формула успеха, мне кажется, вот такая. — А когда органист играет, он играет всем телом? Вот полностью надо включиться или достаточно каких-то ограниченных движений? — Нет, ну, безусловно, и руки, и ноги участвуют в процессе. — Такая зарядка предварительно нужна. — Очень важно. Мой замечательный мануальный терапевт говорил, что перед любым выступлением и любым концертом нужно разминать голову и шею, потому что это обеспечивает хороший кровоток. Вот это важно. — А говорят, что органная музыка лечит. — Лечит. Очень много чего. Она лечит даже такие болезни, связанные как раз с координацией. И это касается и детей, которые занимаются органным исполнительством. В школе, в которой я проработал очень много лет, имени Таниева в Москве, было несколько учеников, детей с очень-очень сложными диагнозами. И специалисты-врачи удивлялись их прогрессу, который был обусловлен именем занятиями музыкой и органом, и фортепиано, и ударными в том числе. Очень полезны вообще и ударные инструменты для работы сердца и для развития координации. Все инструменты одинаково полезны на самом деле. — Надо же, как интересно. — А предстоящий концерт, вот как он собирался, как вы определяли произведение, которое вы будете играть? И как вообще вот мурманский орган сейчас, вы уже успели на нем порепетировать? — Я пока еще не успел на нем порепетировать. Я даже пообщался с органным мастером и спросил его, все ли в порядке, потому что я участвовал в установке этого инструмента в мурманске. Я даже красил в этот нежно-розовый цвет его стены. Я помню, меня похвалили строители. — Хорошо покрасили. — Хорошо покрасил. Сказали, может, вы останетесь, мы вас на другие проекты возьмем. И он сказал, что какие-то у него есть вопросы, которые стоило бы обсудить со мной. И я вот, скажем так, пощупаю этот инструмент, и уже мы с ним пообщаемся подробнее по этому поводу. Ну, я так надеюсь, что все в порядке, потому что если бы что-то было не так, я надеюсь, что Виктория Владиславовна бы ко мне бы обратилась и спросила. И, может быть, я всегда готов в срочном порядке приехать и помочь, чем могу. — Давайте теперь о предстоящем концерте расскажем, какой музыкой он будет насыщен, какими произведениями. Он будет состоять из двух, скажем так, частей важных. Первая часть будет обороченная музыка, вторая часть будет музыка XX века. Я буду играть произведение, которое очень-очень люблю. Это будет «Партита Баха». Это довольно-таки большое, очень интересное произведение, которое для меня ассоциируется с жизненным путем человека. То есть в ней там несколько небольших частей, которые, ну, ведут-ведут постепенно от такой тихой, задумчивой музыки к кульминации, к очень-очень торжественному финалу. Эта «Партита» написана Бахом на тему хорала. Также будут очень виртуозные произведения барочного периода и очень веселые и классные произведения XX века. Вот там будет звучать фанданга Рогга. Этот композитор Рогг посвятил его своей жене. Очень забавно оно звучит, как какой-то легкий небольшой скандальчик со стороны. Вот этот скандал. То есть обычная семья. Обычная семья, да. Вначале идет какое-то постоянное напоминание о чем-то, а в конце уже прямо откровенная, да, откровенный такой посыл в сторону «Обрати на меня внимание». Выкинь елку. Выкинь елку в марте месяце, да. А вот когда вы, вы же играете на разных органах, на разных инструментах, вот это как, я могу оценить, например, как вот с одной машины на другую пересесть, то есть ты какое-то время перестраиваешься, перенастраиваешься. Да, безусловно, это так, потому что даже игровая консоль, пульт, у всех она разная, разные высоты, разные высоты лавка, разной ширины и формы педаль. Поэтому приходится приспосабливаться, ну вот у тебя есть одна репетиция на это. И, ну, вот как смог, так смог. Даже рояли разные, пусть они все кажутся приблизительно одинаковыми, но абсолютно то же самое, чтобы извлечь хороший звук из рояля. Разные фирмы, если вам попадется рояль Безендорфер или рояль Стэнвэй, или рояль Фациоли, или рояль Шиге Рукавай, это вот топовые какие-то марки. То все равно звукоизвлечение должно быть, ну, оно отличается. Они даже из разного дерева. А можно ли сказать, что вот у, ну, орган он такой, он массивный, он большой, внушительный, вот, можно ли сказать, что у него есть душа, или, допустим, у него какое-то настроение присутствует? У него есть всегда характерное звучание, потому что обычно, в большинстве случаев, во-первых, поймите, не бывает двух одинаковых органов вообще никогда. Во-вторых, каждый инструмент монтируется под то помещение, в котором он монтируется. Это, в общем-то, основа, так было всегда. Вначале приезжает акустик, представитель фирмы. Ну, раньше, во времена Баха, приходил человечек и палочкой стучал по собору, и считал, какое эхо, и насколько этот звук там чистый, красивый, или гулкий, или сложный, как-то так, и исходя из этих принципов, к нему приходила идея о создании инструмента, который будет жить именно в этом храме. Сейчас то же самое, это не храм, а концертный зал с определенными акустическими особенностями. И такой был Павел Николаевич Кравчун, который занимался этим проектом. Вот. И, в общем-то, по-моему, все получилось неплохо, и этот орган в этом зале довольно-таки хорошо звучит. Я напоминаю, что мы разыгрываем сегодня два билета на концерт Гарри Ибрикяна, органный концерт «Путешествие во времени». Напомните, пожалуйста, вопрос. Еще раз. В концерте прозвучит «Хоральная прелюдия Баха» и «Хрупцудир» «Гер Йезу Христ». В каком фильме вообще, скажем так, советский слушатель и меломан услышал эту мелодию, и вообще целое поколение ассоциировали этот фильм именно с этой мелодией? 921-045-1045. Пишите свои ответы, либо звоните в прямой эфир 45-09-45. Мы продолжаем говорить о завтрашнем концерте в областной филармонии «Путешествие во времени». У нас в гостях Гарри Ибрикян. Это будет органный концерт. Немножко отличенный вопрос. А музыка — это математика? Вот орган, там все это надо посчитать, длину трупа, объема зала? — Безусловно, это математика. И вот как раз вчера мы закончили эту процедуру приемки, и две недели мы собирали без схем, пусть и небольшой, но орган. И мы, безусловно, вычисляли вообще все эти особенности, всю механику, все абстракты, все его запчасти. И математика, опять же, заключается и даже в практической части этого монтажа, но и в звуковой составляющей. Баланс инструмента, баланс всех регистрах этого инструмента — это тоже математика, это тоже расчет изначально. Он может быть разным, но он всегда будет просчитан, конечно, до мельчайших подробностей. — А как слушатель должен вести себя на органном концерте? Настроиться, стать таким очень красивым, эмоционально выглядеть? Как вот что? Как правильно? Как музыкантам приятно видеть, слышать? — Я когда хожу на концерт и знаю, что будет хороший концерт, я вообще перед концертом могу выпить бокальчик вина или бокальчик шампанского для настроения. Но, в принципе, мне кажется, органный концерт — это нужно расслабиться и погрузиться вообще в свои какие-то мысли на фоне звучащей музыки. — Какой у вас любимый звук? Есть ли мурчание, кошки? Чего не хватает в жизни? Или, может быть, наоборот, хватает? — Да, наверное, вообще для музыканта, я думаю, любого музыканта, тишина — это вообще оптимальная история. Соглашусь. — Когда люди плачут на концертах, это хорошо или плохо? Вот я, например, в силу своей, возможно, сложности характера, я не знаю, но у меня хорошая музыка вызывает слезы. Мне за это всегда неудобно, думаю. Музыканты стараются, а я тут все даже тежу. — Вы знаете, наоборот, вообще, когда человек выражает эти эмоции, которые к нему приходят во время музыки, это здорово, это значит, что он вообще хороший. И вообще, когда вся публика расслабляется и начинает выражать эмоции либо аплодисментами, либо слезами, либо тишиной, это очень дорогого стоит. Я играл в очень разных заведениях, в том числе два благотворительных концерта мы играли в больницы для людей с какими-то психическими отклонениями. Вы знаете, очень благодарная, прекрасная публика, они вели себя так тихо. И мы когда, ну, краем глаза смотрели на эти лица, они были настолько вообще открыты и настолько они были добрые. Поэтому, не знаю, а бывают концерты, вот, я раз в сезон или раз в два сезона играю концерты в Петербурге, в Таврическом дворце, и там в основном публика, там ход по паспортам. Там всегда была очень интеллигентная, но очень сдержанная публика. Ну, вот так они реагируют. Нужно просто понимать эти особенности. Ну, мне как музыканту нравится, когда наоборот люди и расслабляются, и если хотят, и плачут, и если хотят, внимательно, естественно, слушают и хлопают так, как им нравится. Мне приятнее и легче так. Не знаю, как другим. Вот вы рассказали, что вы были в Мурманске в полярный день и в полярную ночь, когда настраивали орган. А как звучит Мурманск? Можно ли как-то вот его выразить в мелодии, или может быть у него есть какой-то звук? В Мурманск, кстати, ну, жил я в основном вот в гостинице «Меридиан», а там всегда очень хорошая тишина. В Мурманск, вот, хочу сказать, что, наверное, единственный город, в котором мне захотелось прогуляться в 30-градусный мороз. Я очень плохо переношу холод, но почему-то в Мурманске холод мне очень понравился. Мне очень понравилось и Рождество, и, в принципе, атмосфера зимой в Мурманске. Она отличается. Я бывал зимой во многих городах. Мурманск ассоциируется у меня с очень классной, вкусной, хрустящей зимой. Да, даже хрустит. У нас сейчас небольшой рекламный блок, потом возвращаемся и продолжаем разыгрывать билеты. У нас еще две гости и еще один концерт. Мы продолжаем программу «Точка зрения». Сегодня мы разыгрываем билеты на два концерта, которые состоятся в предстоящие выходные. 27 мая органный концерт «Путешествие во времени». У нас музыкант в гостях, московский органист Гарри Брекян. И в воскресенье, 28 мая, «Мелодии весны». Пианистка Мария Макарова и певица Юлия Китова у нас также в гостях. Вот сейчас мы продолжим общение и немножко поговорим о воскресном концерте, который состоится 28 мая. Что это будут за произведения, что это будет «Мелодия весны». Как раз надо успеть весну отметить «Мелодия весны». Пока она не кончилась. Пока она продолжается и светит солнце. Я думаю, весь наш концерт строится вокруг флитовой музыки в основном. Дело в том, что героиня этого концерта сейчас находится в Петрозаводске, в Петрозаводской государственной консерватории. Она заканчивает сейчас пятый курс. И вся программа концерта строится вокруг ее, собственно, выпускной программы для окончания консерватории. То есть это диплом? Практически да. Да, но мы решили, что для слушателей наших мурманских, не так часто они слышат флейту в таком качестве, не в качестве иллюстрирующего инструмента, а все-таки как не партию в оркестре, а соло. И соло такое с достаточно серьезными новыми произведениями для нашего уха. Мы решили, что наш концерт украсит вокал Юлии и ансамбль флейт Мурманского колледжа искусства. Давайте также расскажем, мы разыгрываем два билета на концерт «Мелодии весны». Расскажем, что нужно сделать для того, чтобы выиграть билеты. Да, я хочу задать такой вопрос. У композитора Сергея Прокофьева есть симфоническая сказка. Ну, это такой достаточно детский репертуар, она называется «Петя и волк». А я думала, это вопрос, и я думаю, я уже знаю ответ. Да. Вопрос был бы слишком простой. И в партитуре этой сказки активно участие принимает флейта, как солирующий инструмент. У меня вопрос, а какого персонажа из этой сказки иллюстрирует флейта? Ух ты! Вот у нас уже есть первое отвечающее. Давайте, уважаемые слушатели, активизируйтесь. 921-045-1045, это Viber, WhatsApp. Пишите нам правильные ответы. Пишите, мы хотим приобщиться к высокому искусству. Мы будем ждать ваших сообщений. А если, как создается музыкальный концерт? Вот, допустим, я могу предположить, как человек далекий от составления музыкальных концертов, допустим, есть некое настроение, я вот хочу исполнить это, это и это, и, допустим, мне не хватает, вот, может быть, я это произведение не очень люблю, но вот оно здесь хорошо бы, вот оно бы здесь дополнило, допустим, нужна такая еще эмоция. Или как? Вот расскажите, пожалуйста, как составляется? Мне кажется, мы в первую очередь ориентируемся на интересы публики. И на свои какие-то вкусы. И на свои собственные возможности, я в этом сказала. Ну, в данном конкретном случае, с моей, по крайней мере, стороны, история была такая. Пишет мне Мария Сергеевна. «Ёль, а не уезжаешь ли ты там такого-такого-то числа еще ни в какой отпуск?» «А я не уезжаю, а у меня к тебе есть предложение». «А я рассмотрю». И вот так-то-так-то, фритистка такая, значит, программа такая, и вот мы решаем, а что бы туда еще хорошо вписалось. И на фоне вот этого перечня композиторов, которые Мария Сергеевна мне дала, мы как-то совместными силами решили, что надо разбавлять чем-то хорошо публике, известным, знакомым и простым, доступным. Потому что это все-таки работа души, работа ума. И когда действительно ты слушаешь новые незнакомые произведения, ты затрачиваешься, возможно, на это больше, чем на то, что тебе хорошо известно. И для слушателя, который, быть может, не всегда подготовлен, или которому нужна некая пауза, перерыв и глоток воздуха, и чего он знает, уж простите меня, за чего, ну вот из этого мы и сходили и брали популярную классику вокальную. А бывает такое, что вам нравится играть какое-то произведение, оно вам нравится, вы его исполняете, 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 а потом оно надоедает, а публика просит. И уже приходится вот этот вот хит, так скажем, продолжать исполнять. Через силу. В такую историю... Или каждый раз новое что-то? Все в своей жизни, я думаю, не раз попадали. Мы все знаем про биографию Сергея Васильевича Рахманинова, который под конец уже своей творческой деятельности ненавидел додиус-минорную прелюдию, но публика на всех концертах ее просила и требовала, и поэтому ему приходилось ее играть много-много-много тысяч раз. И он, наверное, проклинал. У нас есть как раз звонок. Здравствуйте. Сорвался звонок. Значит, у нас есть возможность в 45-09-45 позвонить, поговорить с замечательными музыкантами и выиграть билеты на завтрашные и послезавтрашные концерты. Еще раз. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете правильный ответ? Я... Да, знаю. Расскажите, как вас зовут? Меня зовут Ирина. На самом деле фильм очень, ну, как бы, несвежий. 1972 года. Да, фильм режиссера Тарковского. Но он настолько известный. Это фильм «Са Леонарис», где на самом деле это мелодия Баха, прелюдия в органном исполнении, и она на самом деле характеризует этот фильм, и он откладывается. А как вы вспомнили в это такая действительно запоминающаяся фильм? Если честно, я слушала эфиры, мне очень понравилась фраза «подключиться» на органном концерте, на органном концерте, и мне так захотелось, что я подглядела в интернете, если честно. Да, я увидела результат, услышала, но то есть вспомнила, и совершенно согласна, ассоциация прямо вот очень-очень яркая с этим фильмом, именно этой музыки. Ну, я вас поздравляю. Вау! Сам маэстро вас поздравляет. Спасибо большое. Я буду рада завтра, завтра в 19-17 часов, быть на концерте. Это будет шикарно. Да, оставайтесь на связи. Мед в ваши уста, чтобы это было шикарно. Это я уверена. Спасибо вам огромное, что вы здесь, что вы нас приглашаете, что вы для нас делаете. Это большая честь для нас будет. Спасибо огромное. Да, спасибо. Первый билет мы разыграли. Идем дальше. Дальше идем. Идем дальше. Поздравляем первого победителя. Это замечательно. Следующие два билета продолжаем разыгрывать на концерт «Мелодия весны». Давайте еще разочек расскажем. Вот музыка там, получается, больше флейты. Что-то такой концерт, который редко бывает, да? В Мурманске такое редко бывает. Мне кажется, да. Мне кажется, что сольный концерт для духовых инструментов, а флейт — это духовой инструмент, это достаточно большая редкость. Так вот, если в сезоне, так и трудно вспомнить к нам. Я помню, с оркестром приезжали играть кларнетист, по-моему, и габаист. И в прошлом году был саксофон. Сережа Колесов. Да. Вот саксофон. Со мной мы вместе приезжали. Да, да. Гораздо чаще, если сделать срез по афишам филармонии, вот саксофон соло услышать шансов гораздо больше, чем флейту. Вот. И, кстати, не случайно мы, наверное, здесь все сегодня собрались, потому что орган — это тоже наполовину духового инструмента. Это тоже связано с воздухом. И вокал — это тоже связано с воздухом. Мы все хотим дышать. На самом деле, любой духовой инструмент, наверное, старается имитировать человеческий голос. Я вот, кстати, да, по поводу дышать. Я подумала, что человек, наверное, это тоже музыкальный инструмент в каком-то плане. Да, мы все проводим сквозь себя, да. Так оно и есть. Так оно и есть. Ну, просто для вокалистов это уж в прямую, да, наше тело — это наш инструмент. Но, в принципе, наверное, любой инструмент — это продолжение твоего тела, когда ты с ним соединяешься. Вы постоянно все принимаете участие в конкурсах, в концертах. Но это вечерние концерты. Это, наверное, энергозатратно. Постоянные поездки, постоянные репетиции. В чем вы черпаете энергии? И творческий порыв? Когда вы успеваете творить и думать о том, чтобы как-то обыграть что-то, где-то исполнить что-то? Вот эту творческую энергию откуда берете, если вы постоянно в дороге? Здоровый сон. Хорошая еда. Да, согласен. Хорошая прогулка. Да, вот прогулка. Это очень важно. Мне кажется, природа, особенно весной, особенно в Мурманске, она поражает воображение. Если удаётся каждый день хотя бы чуть-чуть пообщаться с природой и воздухом, это замечательно. Но у нас того в городе, правда, не хватает. Вот сейчас выпали волшебные дни, когда светит солнце, когда вот эти набувшие почки, они просто выстрелили этими листьями. Я так иду по городу, и здесь красиво, здесь красиво. И ты ловишь прям каждое вот это мгновение, ты его ловишь, и из этого черпаешь вдохновение. А у вас постоянно играет в голове музыка? Нет. У меня да. Мне тоже да. А что у вас сейчас играет? Это было с детства. Ну, в основном у меня какая-то классика звучит, но в детстве звучала не классика. Мне родители ставили Стива Вандера, Майкла Джексона, и вот такую историю. А потом вот самому мне понравилось. Я услышал, как играет моя сестра на фортепиано в музыкальной школе, и я маме сам сказал, мам, я хочу заниматься музыкой, тоже фортепиано. А потом так вышло, что сестра в седьмом классе услышала, как я играл во втором, и она сказала, мама, я больше не хочу заниматься музыкой. По-моему, в нашей семье мы уже определились с тем, кто будет этим заниматься. Так что, ну, вот это как-то эмпирический такой путь. Я очень-очень благодарен моей сестре, потому что если бы не её игра, а она играла очень здорово, я бы, наверное, вот не решился бы вот так серьёзно к этому подойти. Как здорово, как интересно. Есть какое-то произведение, которое вот хотелось бы исполнить, ну, как некая мечта? У актёра, допустим, сыграть Гамлета, у балерины эту отдельную исполнить партию. А вот у музыкантов какие мечты? Удалось ли до всего уже добраться? У меня мечта следующая. Мне повезло, мне удалось сыграть полностью, собрать состав и выступить на органном фестивале с музыкальным приношением Баха. Вот следующая моя мечта, конечно, очень сложная, я не знаю, насколько она существуемая, это искусство Фуги Баха. Это всё, я перечисляю, его последние опусы. Одни из самых последних его произведений. Вот такая мечта. Почему мечта именно? Потому что сложная или потому что очень небольшой объект? Время затратно. У меня, к сожалению, и у нас у всех, я уверен, к сожалению, очень мало времени для того, чтобы заниматься и учить такие грандиозные, готовиться к таким грандиозным проектам, потому что подобное произведение — это проект на полгода, на год. Действительно, очень энергозатратно и временно затратно. Вот в прошлом году я одну свою мечту осуществила. Я болела партией Виолетта Джузеппе Верди из оперы «Травиата». И мне повезло, у меня был трёхнедельный интенсив в Вене с великолепным совершенно дирижёром. И вот это то, что я действительно осуществила. А так, конечно, в перспективе, ну, я не знаю, мои мечты — это Дени Цети, Лючи, Адил и Мирмур. Может быть, когда-нибудь я это тоже осуществлю. А у вас какая музыкальная мечта? У меня музыкальная мечта... Я сейчас хочу сыграть сольный концерт с сыном. У меня сын играет на саксофоне. И у него достаточно уже большой репертуар. И я хочу собрать из этого программу и выступить с ним вместе. Как интересно. Вот такая у меня мечта. А во сколько лет можно начинать учиться музыке? Вот, допустим, после какого-то возраста уже поздно, и уже пальцы, например, на клавишных не смогут. Ну, если о раннем, скажем так, да, о начале и возможности. Дети, конечно, все разные. Есть дети, которые в 4 года, скажем так, высиживают получасовой 45-минутный урок совершенно спокойно. И очень-очень быстро воспринимают всю информацию и через игру, и через какие-то такие развлекающие истории. А есть взрослые, которым в 19 нужно говорить по 25 раз, чтобы они соединили 4 ноты. Поэтому это все очень индивидуально. Но если человек ставит цель научиться, вообще возраст не помеха. Никакой. У меня был ученик, которому было больше, он был взрослее 50 с чем-то. Этому человеку он начал, он в детстве чуть-чуть поиграл, потом забросил. Он был замечательным эллинистом. Он знал больше 10 языков. Такой Галенкевич великолепный человек. Я вообще счастлив и горд знакомством с ним. И, в принципе, те занятия, которые у нас с ним проходили, ну, для меня это был интересный опыт общения с человеком какого-то космического уровня. И он поставил цель, у него проблемы с музыкальной памятью. Он не мог запоминать музыкальный текст вообще никак. Он учился играть по нотам так, чтобы не было каких-то остановок, запинок, и чтобы это было все качественным исполнением. Довольно-таки виртуозную музыку он играл. Поэтому после одной из последних наших встреч мы пришли в магазин на Никитском бульваре, и он купил себе Реаль Бехштейн. Замечательно. Это вот по поводу мечты. Я был вообще очень рад и счастлив, что у человека в таком возрасте такая мечта. Он мог себе позволить. У него целая библиотека им изданных и переведенных книг, безусловно. И вот такой опыт. Поэтому никогда не поздно. Ну и опять же нужно понимать не только про мечту, про что я мечтаю, а и цель, для чего я это делаю. Если речь идет о профессиональном уровне, то, конечно, в зрелом возрасте это делать гораздо сложнее, и шансов попасть на какую-то сцену, приличную сцену, меньше. А вот история, когда это для души, это не поздно, правда, никогда. Ну, были примеры и профессиональных, скажем так, успехов. Такой был пианист. Мне повезло его слушать живьем, Жудольф Керрер, который начал очень-очень поздно именно профессиональное занятие. И сейчас техническая часть осуществления этой профессиональной мечты стала гораздо на самом деле проще, потому что есть интернет, есть видео. Очень дешево стоит записать себя. Практически бесплатно. Если это настолько классно и убедительно, у тебя появится твоя аудитория, и к тебе обратятся люди, которые будут сами просить тебя сыграть на концерте. Раньше, скажем так, лет 20-25 назад, выдающимся пианистам попасть на международные конкурсы было в разы сложнее. Они должны были сыграть где-то 15-20 раз, чтобы их выпустили для участия, потому что они будут представлять Советский Союз. Скажем так, это грандиозная история, и это, наверное, было на тот момент правильным. Сейчас ты вне любого вообще учебного заведения, вне любого педагога, имеешь право подаваться на любой музыкальный конкурс. И сделать запись, осуществить эту историю вообще не затратно в плане материального. Запись, она передаёт все эмоции, которые испытывает мастер, когда он исполняет мелодию? Безусловно, нет. Я думаю, что нет. Нам необходимы живые концерты. Это как моя племянница, она студентка медицинского института. Она всё время на втором курсе ходила и говорила, нам нужны свежие трупы. С пакетом лягушек. А нам нужны живые концерты, как воздух. Наверное, опять же, к вопросу о подаче на конкурсы, по видеозаписи можно оценить, ну, скажем, технический уровень какой-то, да? А вот эту эмоциональную составляющую её так не передать невозможно. Теряется, просто теряется. Ну, скажем так, безусловно, техническое мастерство и содержание исполнения всё равно запись передаёт. И мы все записи того же, если говорить о Баха, там, Глена Гульда или ещё каких-то людей, которые выстроили вообще-то свою карьеру именно на записях. Вот Клинг Гульд, он, конечно, концертировал и гастролировал, но он в большей степени известен своими великолепными записями. А великолепными они были и отчасти то, что эта студия была его, и у него изначально была, ну, довольно-таки, скажем так, обеспеченная семья, и возможности делать эти записи у него были, конечно, неограничены. И он сам был отчасти звукорежиссёром своего исполнения. Но ведь записи — это ещё и, так скажем, вот заморозить, так скажем, музыку. То есть вот она есть, я её исполнил, и она такой останется навсегда. А на концертах вы импровизируете? Есть какой-то момент импровизации? Безусловно, всегда. Да, у любого самого, скажем так, прагматичного и продуманного музыканта, скажем так, который планирует свою каждую нотку и даже каждую эмоцию. А таких очень, ну, профессионалов высочайшего уровня, на самом деле, именно так подходит к этому вопросу. Всё равно даже у них велика доля импровизации, потому что наличие слушателя и публики — это всё равно ещё один участник. Он может быть разным. И в зависимости от того, какая публика, настраивается музыкальный инструмент? Да. Ну, не музыкальный инструмент, а музыкальный исполнитель. Это всё равно какой-то контакт он есть. Я напоминаю, что сегодня мы продолжаем разыгрывать билеты «Мелодия весны» 28 мая, концерт «Билет на две персоны» 921-045-1045, не забудьте напишите нам правильный ответ. Я могу повторить вопрос? Да, конечно, обязательно. В симфонической сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк» есть солирующий инструмент флейта. Какое животное она изображает, эта флейта? 921-045-1045 или 4509-45. Успевайте дозвониться. Остаётся 8 минут. Музыканты уже друг другу подсказывают. Нет, на самом деле, тут невольно закрадывается мысль. Кому бы успеть черкануть смс-ку? Позвони, выиграй билеты, я тебе подскажу. Но мы это не будем делать, мы честные люди. Да-да-да. А, кстати, честная музыка, она честная всегда? Или вот в музыке можно как-то вот что-то спрятать? Вот в мелодии, допустим, вот сегодня я не хочу играть такую-то ноту, или у меня... Ах, в этом ключе. Ну, конечно, всегда можно схалтурить, но не надо. Можно иногда, кстати, по вот именно этому показателю отличить исполнителя. Почему-то я, катаясь в машине и включив радио, то ли это был Орфей, то ли радио Классика, почему-то сразу же угадал. Играли концерт Рахманинова, и я сказал, слушай, исполнитель явно одиат. Вот, и выяснилось, что исполнитель был, потому что небольшая доля какой-то... Какой-то гибкости восточной. Гибкости и клоунады была в исполнении. Я думаю, ну, наши так не играют. Думаю, точно. И угадал. Именно... Да, есть. Это, конечно, сейчас я преувеличил, это плохое клише, которое я вам сейчас сказал, но иногда так и есть, к сожалению. Или к счастью. Ну, то есть это... Музыке можно услышать акцент, если это... Акцент музыки... Акцент можно услышать. Не в пене, именно вот в исполнении. Именно в инструментальной даже музыке тоже есть акцент. Это как-то вот, это получается, видимо, само собой, потому что ухо привычное к какому-то выговору, оно копирует и на игре тоже. Один раз я слышала концерт Скрябина в исполнении казахского пианиста. Там был акцент. Казахский? Да. Там правда был акцент. Это был немножко, немножко казахский Скрябин. Со мной мой педагог работал детский, чтобы мой кавказский акцент убрать из манеры исполнения, потому что академическая музыка не всегда предполагает, ну вот, наличие какого-то вот такой восточной свободы и национального колорита. Вот я когда переехал из Грузии в Россию, четыре года мой педагог со мной учился, чтобы вот этот колорит кавказский убирать, как и было. А там что, там более яркое, такое, более насыщенное? Нет. Там, наверное, акцентируются доли какие-то определенные. Ну вот какая-то небольшая свобода, которая немножко неуместна в творчестве, там, какого-нибудь Моцарта или Баха, да, когда немножко такой кавказский ребенок играет Моцарта, это прям слышно. Над этим работали много, долго, да. Я помню, мы были с музыкальным училищем, господи, что над чем мы... Ну, в общем, это был Шопен. И я, как сейчас помню, Богословская Нина Константиновна играет, убери цыганщину. Шопене. Шопене, убери цыганщину. Был такое право. В таком случае, русскому человеку, какого произведения, какого композитора трудно сыграть, допустим, трудно понять, может быть, проникнуться. Есть вот... Могу сказать, что, ну, вот, русский человек, ну, конечно, странное понятие, но я вам могу сказать, что абсолютно любой композитор и любая музыка дается. Вот одна из очень немногих, скажем так, особенностей. Наверное, одна из самых одаренных наций в плане вообще классической музыки, потому что ему близка европейская цивилизация, восточная цивилизация, и человек, русский человек может проникнуться абсолютно любой музыкой и передать, и пронести ее через себя. Поэтому, ну, вот, каких-то вот прямо слабых мест, вот, скажем так, я не видел, честно говоря. А вот так, китайская грамота, смотришь на китайскую музыку, ну, безусловно, 12, там, не 12, а... Ну, салатоновая, это гамма их прекрасная, там, что-то такое, да. Пентатоника. А о чем вообще говорится? Об особенностях китайского колорита. И не китайского, есть еще индийский колорит, там, если мы воспринимаем, скажем так, звукоряд по полутонам, то там гораздо все сложнее. У них совсем другой слух и другое восприятие музыки. Вот это от нас далеко от всех. А говорят язык индийский похож на русский. Ну, тут просто надо понимать разницу. Не знаю совсем. Когда музыку пишут композиторы, это одна история. Она авторская, она все равно базируется на определенном, ну, накопленном вот этом опыте мировом. А вот история уже про национальную музыку, она, конечно, другая. И, в принципе, история про музыку авторскую, она более универсальная. Действительно, ты знаешь музыкальный язык, ты способен понять все. А в национальный колорит вникать сложнее. А в вашем воскресном концерте? У нас много французской музыки. У нас очень много французской музыки. И это, наверное, естественно, потому что французские композиторы очень уважали духовые инструменты. И в основном это были композиторы XX века. Этот язык не очень прост, но очень красочный. Я бы сказала, это сплошные краски. Это сплошные диезы с бемолями. И очень интересные ритмы. Я, когда играю вместе с Катей сонативную дютиё, у меня такое ощущение, что я как на выставке современного искусства. И со всех сторон буквально капает акварельный душ, такой душ. То есть я как в пространство разноцветным, как витраж. В общем, это не Шишкин. Это не пейзаж. Нет, это не Мишкин, не Шишкин. Мы перешли к ассоциациям. Вот у нас остаётся буквально минута. Какой будет музыка будущего? Это также будет классическая музыка? Или это будет что-то другое? Я думаю, классическая музыка нас не покинет. Классическая музыка нас однозначно не покинет. А сложно сказать. У меня такое впечатление, что уже всё изобрели. Уже разобрали не то, что на полутона, а на четверти тонны. И на расстроенных инструментах играли. И просто какие-то шумовые эффекты в композиции составляли. Не знаю. Даже сложно предугадать. Я думаю, скоро появится новая какая-то философская концепция восприятия того, что происходит. И вместе с ней появятся новые какие-то жанры и направления в музыке и в живописи везде. Как было всегда. Вначале появлялась концепция, а потом она выражалась в искусстве. Вот будем ждать, пока она появится. Убедительная, интересная, новая. И мы сразу же увидим те жанры и те направления, которые её будут одображать. Как интересно. Будем прислушиваться к музыке. Здесь звонок. Успевают буквально. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я билет хочу. Можно как-нибудь его получить? Ответьте на вопросы. У вас буквально минута. Так, давайте. Время пошло. Кого изображает инструмент флейта в симфонической сказке Прокофьева, Петя и Волк? Ну, вы вообще. Такие вопросы. Кого изображает флейта? Петя и Волк? Да. Кто ж там вообще-то есть? Это, наверное, кто-то не очень крупный. И, возможно, скрыли. Сколько у него лап? Уши есть? Уши есть. Уши. Уши. Не уверена насчёт ушей. Ну, там есть перья. Перья есть? Перья есть. Птица. 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 Говорите птица. Говорите срочно. Какая-то птица. Правильно ответит птица. Да. Правильно ответит птица. Как вас зовут? Виктория. Виктория. Всё, спасибо. Мы вас поздравляем. Победа. Вы успели заскочить в последний вагон уходящего поезда. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Сегодня с нами в гостях были московский органист Гарри Еприкяна, мурманский артист и пианистка Мария Макарова и певица Юлия Китова. Спасибо всем. И на связи. Спасибо, Анастасия. Спасибо большое. Очень приятно было побеседовать.